Итак, всем привет! Хочу рассказать об апгрейде тормозов на моем кроссере E9. Здесь, как видно, я уже снял штатный вот этот калипер, то есть тормозной суппорт, и заменил его на Avid BB7. Это, конечно, удовольствие не из дешевых, пришлось немножко раскошелиться, то есть он мне стал 1100 гривен вместе с доставкой и со всем остальным. Бывает на него куча подделок, но это считается как бы одни из топовых механических тормозов, которые можно найти. А тормоза сюда, то есть суппорта можно подобрать попроще, типа Avid BB5, который стоит практически в два раза дешевле. Здесь китайцы особо заморачиваться не стали, и потому из маунт скобу приварили прямо вот сюда. Для того, чтобы установить суппорт, мне потребовалось докинуть три шайбы спереди, то есть вот здесь три шайбы стоит, обычных М6, и сзади одну шайбу, чтобы более-менее выставить ровно суппорт. Колодки у меня временно стоят самые дешманские китайские. Проехал я на такой конфигурации, уже получается около 150 километров. Тормоза неплохие, ну прям очень хорошо прогнозируемые, не скрипят, не визжат в мокрую погоду, как бы тоже схватывают вполне себе хорошо, в отличие от стоковых, которые постоянно скрипят. И у них еще есть минус, то что колодка работает не на всю плоскость, и она не имеет фиксатора, то есть она немножко смещает, ну как бы проворачивается в своем посадочном месте, из-за этого бывает такое впечатление, что вроде как что-то попало туда, то есть ты нажмешь раз тормоз, оно как бы пропадает, вот этот скрип, звук затирания, но это что вы хотите, как бы самый дешевый суппорт. Спереди пришлось заменить винт, то есть я взял, который шел вместе с Avid BB7, его длина резьбовой части 30 миллиметров, сзади получается у меня стоит обычный стоковый винт, у него резьбовая часть 28 миллиметров. Кстати, вот эти вот шайбочки, которые позволяют выставить суппорт, у меня изначально стояли неправильно, то есть вот это правильное их положение, то есть черная часть плоская должна стоять к суппорту, у меня же верхняя стояла правильно, ну то есть вот так, а нижняя вот эта вот, то есть конусная часть должна входить в конусную часть, за счет этого и осуществляется как бы регулировка этого всего механизма, у меня почему-то нижняя часть стояла верх ногами. Ну то есть как-то вот так оно стояло, то что является в корне неправильным, поскольку не дает отрегулировать суппорт по положению, то есть оно по сути как просто вот шайбы и все, то есть вот так оно у меня было собрано, вот эти нижние штуки, так что проверьте у себя, если неправильно стоит, то поменяйте, потому что это дичь. По выставлению получается, мануал рекомендует зажать ручку тормоза и потом уже зажимать винты, но у меня, к сожалению, так не получилось, чтобы выставить, чтобы не цепляло оно нигде. В итоге я вот этими вот регулировочными крутилками, которые подводят колодки, я просто их максимально зажал, понажимал пару раз ручку тормоза, суппорт как бы отцентровался и в таком положении уже зажал эти винты и у меня перестало тогда только шоркать. Кстати, у меня версия BB7 Mountain, то есть горная, но это моя ошибка, поскольку я не знал, когда заказывал, что бывает еще Road версия, то есть вот этот вот рычажок у нее находится чуть поближе, то есть под меньший ход ручки. Вот эта версия, она как бы под больший ход ручки, в принципе, оно-то работает, но просто пришлось выкрутить регулировку, которая вот здесь находится, там есть специальная такая, ну я сейчас, наверное, вам не покажу, ну короче, поверьте на слово, что там есть регулировка, которая может усилие срабатывания этого всего отрегулировать, и она меняет немножко положение вот этой лапки. Но если будете себе ставить, то лучше, конечно, брать Road версию. Ну а дальше будет замена на 120-миллиметровый диск, ну и там что-то, может, еще подсниму, покажу. Ну и потом запишу свои впечатления после прикатки тормозов. Кстати, колодки стоят у меня самые дешевые китайские, как видите, износ диска очень равномерный, в отличие от заводского суппорта, который жал диск просто бороздами. Ну а при установке 120-го диска я поставлю уже колодки, которые шли вместе с суппортом, то есть фирменные, качественные. Так, ну что, разобрал я самокат, снял колесо, снял тормозной калипер. Из доработок самого калипера никаких не пришлось делать. Единственное, что пришлось, это срезать вот часть вот этого вступающего ушка, для того, чтобы удобно снимать колодки и ставить. Поскольку она упиралась вот в эту часть кронштейна, для того, чтобы не делать выборку в нем, а просто отрезал сок вот этого ушка. При откручивании колеса меня ждал вот такой вот сюрприз. То есть на, получается, правой стороне у меня не по резьбе, наверное, закрутили винт этот и обильно его замазали фиксатором резьбы. Короче, придется это все править. С левой стороны все же нормально. Ну тоже тут был фиксатор резьбы, для того, чтобы он не выкручивался. Это дистанционные шайбы, которые ставятся в колесо, для того, чтобы подшипники, видимо, не разъезжались. Вот так выглядит стоковый тормозной диск. А что за подшипники тут стоят, я еще не смотрел. 6001 RS, судя по всему. Ну, короче, такая вот беда случилась с очкой. Придется сейчас ехать за метчиком и за плашкой, чтобы прогнать резьбу и на болту, и в оси. Это, конечно, немножко незапланированная активность. Ну что ж, придется делать, иначе это все так собирать нельзя. Итак, на данной конфигурации тормозов я уже проехал около 500 километров. Тормоза притерлись. Нужно отметить также, что тормоза притирались дольше, чем стоковые. Где-то около 130-150 километров, тогда уже полностью все прикаталось. По изменениям, то есть мне пришлось переложить трос поверху, поскольку если так, как оно по стоку идет, то есть через нижнюю часть, длины его немножко не хватало, и как бы оно шло наперекос. Болты я заменил на 35-миллиметровые, в стоке тут 28 миллиметров, а те, которые идут вместе с комплектом с вот этим тормозным суппортом, они 30-миллиметровые. Но длины их недостаточно для того, чтобы ровно все выставить. Здесь я подкладывал несколько шайб, то есть спереди тут получается больше, сзади чуть поменьше. По впечатлениям о тормозах. Первое, это то, что рекуперация очень хорошо срабатывает с этими тормозами. То есть в отличие от стока нету такого явного клевка передом. Ну кто ездил, тот знает о чем. Еще что замечено, то что усилие на ручке тормоза под упало. Это связано с тем, что для достижения того же замедления нам нужно приложить меньше силы, за счет того, что диаметр диска у нас больше. Это дает то, что проще нам замедлить колесо, за счет того, что рычаг как бы воздействия увеличивает. Из минусов, которые я заметил, это то, что из-за перфорации и полуметаллических колодок, все-таки эти тормоза поскрипывают. Особенно в сырую погоду, ну либо же на небольших торможениях. В целом, данную доработку рекомендовать могу. Также абсолютно могу посоветовать, если вы ездите на стоковых тормозах, то хотя бы поставьте 120 тормозной диск. Он стоит относительно недорого, но эффектом я более чем уверен, что вы будете довольны. Что я хотел, то сказал. Оценивайте видео, пишите что-то, может, в комментариях, может, даже подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всего хорошего.